Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Ковид-патруль высадился в Бобруйске. Волонтеры БРСМ напоминают о мерах безопасности. О обязательном соблюдении масочного режима. Где их можно встретить и почему без обучения в ряды не попасть. Кощунственное преступление. В Осиповичах мужчина вынес из магазина церковную урну с пожертвованиями. Открыть ящик, в котором, как позже выяснилось, находилось 668 рублей, похититель так и не успел. Что ему теперь грозит и почему на грабли все-таки можно наступить дважды. Антипожарное дело. В Бобруйске проходит акция МЧС за безопасность вместе. Предупреждение пожаров и гибели людей на них. Какая программа и при чем здесь отопительный сезон. А также войска связи, денежная поддержка и красная зона. Александр Лукашенко посетил Минскую областную клиническую больницу. О чем доложили президенту. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 2076 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 577 932 человека. Мобильные операторы будут рассылать смс с карты пункта вакцинации. Она размещена на сайте Минздрава. Любой гражданин может при наличии доступа в интернет со своего телефона зайти и посмотреть ближайшие учреждения, где возможно сделать прививку, а также время его работы. Вместе с тем можно вакцинироваться и на рабочем месте. Для этого руководители организаций составляют списки тех, кто желает вакцинироваться, и организации здравоохранения, то есть прививочные бригады приезжают по месту работы. В состав прививочной бригады входит врач, который осмотрит человека перед вакцинацией и даст допуск до вакцинации. Кроме того, мобильные бригады работают в торговых центрах, метро, сельской местности, территориальных центрах социального обслуживания. Тем временем в Бобруйске волонтеры БРСМ вышли на ковид-патрули. В условиях пандемии все средства хороши. Например, раздача листовок около торговых центров. Именно там большое скопление людей. Но о правилах многие забывают. Поэтому есть повод напомнить о личной безопасности и способах защиты. Сегодня наши волонтеры БРСМ «Доброе сердце» в очередной раз напоминают жителям города Бобруйска о обязательном соблюдении масочного режима, а также им напоминают о том, что в нынешнее время у нас можно пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы минимизировать риски, так сказать, распространения этого вируса. COVID-патруль будет дежурить в торговых центрах со вторника по четверг с 15 до 16 часов. Молодые люди, прежде чем подключиться к волонтерской деятельности, прошли обучение и инструктаж. Смех и грех. Васипович их мужчина украл из магазина церковную урну. Дело было днем. Благодаря камерам охранник увидел, как посетитель выносит ящик с деньгами. Люди жертвовали на строительство храма. Сразу позвонил на номер 102. Правоохранители сработали четко, а через пару минут задержали вора. Им оказался 29-летний местный житель. Открыть ящик, в котором, как позже выяснилось, находилось 668 рублей, похититель так и не успел. В отношении жителя Осипович возбуждено уголовное дело. К слову, мужчина не впервые охотится за чужим добром. В прошлом году его лишили свободы на три месяца. Тогда он похитил ящик с пожертвованиями в столичном ГУМе. День повара, денежная помощь и атлантический циклон. На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Какой будет температура? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент Беларуси продолжает мониторинг систему здравоохранения. Сегодня Александр Лукашенко посетил Минскую областную клиническую больницу, в частности, Красную зону. Ему подробно доложили о работе в направлении COVID-19, количестве пациентов, наличии необходимого оборудования, лекарства, кислорода. Глава государства отметил, в некоторых регионах наблюдается снижение темпов заболеваемости. Число больных, конечно, увеличивается, но уже не так стремительно, как это было две недели назад. Главнейший нерв армии – белорусские военные связисты. Отмечают праздник. История их профессии – пример мужества и патриотизма. Она внесла неоценимый вклад в победу в годы Великой Отечественной. Сегодня обучиться таким навыкам можно в Военной академии Беларуси. За 20 лет там подготовили около 3000 офицеров. Белорусский Красный Крест начал новые этапы выдачи ваучеров уязвимым категориям граждан. Поддержка направлена людям с инвалидностью, с доходом ниже бюджета прожиточного минимума и многодетным семьям. Помощь денежная. Общая сумма – 270 тысяч. Закуплено и распределено по областям 2 тысячи чеков на сумму 135 рублей. Раздать их должны до 15 ноября. Сегодня в Беларуси отмечают профессиональный праздник повара. Дата была установлена в 2004 по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. По традиции в кафе и ресторанах проводятся различные гастрономические конкурсы, мастер-классы и акции. Оценки ставят не только за вкус блюд, но и за скорость приготовления, новаторский подход к привычным сочетаниям продуктов, а также за внешний вид при подаче. На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Изменения в погоде принесет атлантический циклон. Ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Несмотря на облачность с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Дискомфорта добавит и порывистый ветер. Температура воздуха ночью – 7-12 градусов со знаком «плюс». Днем также будет тепло от 12 по северо-западу и до 19 выше нуля по юго-востоку. Повторение «Мать учения» в Бобруйске проходит акция МЧС «За безопасность вместе». Стартовала она 18 октября. Осенне-зимний период, он же отопительный, пожары опасны. В планах у спасателей рейды, беседы с профилактическим уклоном. Их цель – это предупреждение пожаров и гибели людей на них, повышение уровня безопасности в домовладениях и квартирах, местах проживания граждан. Стоит отметить самые распространенные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления, использование неисправных электроприборов. Двухматчевое противостояние хоккейный клуб Бобруйск на своем льду принимал Соболь из «Березы». Первый матч прошел в понедельник. К третьему периоду хозяева площадки вели 3-1. Но завершающая 20-минутка превратилась в настоящий кошмар. Гости смогли три раза огорчить местного вратаря и тем самым добились для себя положительного результата – 3-4. Второе противостояние было не менее жарким и результативным. Команды вновь забили на двоих 7 шайб. Но в этот раз последнее слово осталось за бобрами. В обручане победили 4-3. Сейчас наша дружина идет на пятом месте в турнирной таблице. Следующий соперник – пинские ястребы. Игра пройдет 25 октября и начнется в 18.00. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok